Региональный бюджет 2024, который был принят областным парламентом, получил высокую оценку ульяновской общественности. Представители разных профессий уже оценили его социальную ориентированность. Мнение из разных сфер собирала Ирина Шмыгова. Красной нитью в большинстве инициатив правительства проходит укрепление региональной экономики и улучшение жизни граждан. Это отражает и главный финансовый документ региона. Впервые в полном объеме заложили средства на заработную плату на все 12 месяцев. Мы убедились, что все социальные выплаты обеспечены финансированием в данном бюджете. И мы прекрасно понимаем, что этот бюджет позволит двигаться вперед, и это будет развитие уже в Ульяновской области. Рекордный 21 миллиард рублей предусмотрен на развитие образования и зарплаты учителя. Кроме создания новых мест доп. образования, содержания, ремонта и обеспечения безопасности, средства выделят на оздоровление школьников, горячее питание, а также на поддержку и подготовку педагогов. На здравоохранение 13,5 миллиардов рублей. Это примерно на 700 миллионов больше, чем было заложено в январе прошлого года, что позволит увеличить расходы на закупку льготных лекарств до миллиарда рублей. Предусмотрели на реализацию закона о обеспечении детей, страдающих сахарным диабетом, медицинскими изделиями. Это 68 миллионов рублей. Более 40 миллионов рублей будет направлено на обеспечение нормативной деятельности палиативной службы. Больше денег потратит и на медоборудование, а также закупку спецтранспорта. В приоритете министерства – модернизация реабилитационной службы. На новое оборудование для нее предусмотрено 150 миллионов. Третий из них получит госпиталь ветеранов войн, который только в этом году оказал помощь 5000 пациентов. Получаем в основном физиотерапевтическое оборудование, очень много тренажеров для длительной пассивной тренировки, разработки суставов, ну и, конечно, для реабилитации пациентов с заболеванием сердечно-сосудистой системы. С учетом внешнего санкционного давления в бюджете заложены финансы и на поддержку промышленных предприятий, в том числе на предоставление субсидий, возмещение затрат на коммуналку, проезд работников и не только. На реализацию нацпроекта «Производительность труда», который позволит еще большему числу предприятий увеличить доходы, сократить нерациональные траты и поднять зарплату работникам больше 23 миллионов рублей. Серьезную поддержку получит малый и средний бизнес. 117 миллионов направят на предоставление льготных займов, грантов молодым и социальным предпринимателям. Это позволит, по мнению экспертов, сократить кадровый голод и укрепить региональную экономику. Я думаю, что то, что уже заложено в бюджете, это уже презитивный, наверное, пример того, что в самом деле руководители области, поэтому от кого зависит, думают именно о том, как двигать развитие в целом субъекта. Особое внимание молодежи. Бюджет учитывает интересы подрастающего поколения, мотивируя их остаться дома. Я надеюсь, что и дальше на молодежную политику депутата и правительство губернатора будут продолжать обращать внимание непостаточным принципам, для того, чтобы молодежь скреплялась у нас в регионе. Общественность с воодушевлением приняла этот финансовый проект. По мнению экспертов, он понятен каждому жителю региона, который закладывает в свой семейный бюджет расходы на самое важное – здоровье, образование, досуг, ориентируясь на достойную зарплату. Ирина Шмыгова и Михаил Державин. Вести. Ульяновск.